Всех приветствую на моём канале. Сегодня мой инсайдер предоставил мне информацию о том, что Ульяновский автомобильный завод в самое ближайшее время может выпустить совершенно новое поколение своей легендарной модели УАЗ Хантер, которая в свою очередь является развитием УАЗа 469. Одна из таких машин была сфотографирована ориентировочно на территории завода. УАЗ Хантер второго поколения будет принципиально новым автомобилем. Ничего общего по конструктивной части со своим предшественником у него не будет. И давно пора, ведь фактически конструкция 469 УАЗа уже 70 лет. Он давным-давно устарел и не отвечает современным требованиям по безопасности, управляемости и комфорту. При этом, несмотря на полное изменение технической начинки, новый УАЗ Хантер должен сохранить узнаваемый стиль своего предшественника. Новый внедорожник будет с первого взгляда идентифицироваться именно как УАЗ. Новинка получит схожую форму капота с фирменной решеткой радиатора и круглыми фарами. Последние при этом будут полностью светодиодными. При этом указатели поворотов будут интегрированы в основные блоки фар и переходить с них на передние крылья. Внедорожник сохранит фирменную УАЗовскую сетчатую решетку радиатора. Так же, как и у классического УАЗа, она будет состоять из двух горизонтальных секций. Арки же колес, в отличие от классических УАЗов, будут выполнены из некрашенного черного пластика. Некрашенными будут выполнены и бампера автомобиля. В этот же цвет будут окрашены и подножки. Всё вместе это будет подчеркивать внедорожный имидж модели. Сбоку новый УАЗ Хантер также сохранит узнаваемый силуэт. Главное отличие – двери абсолютно иной формы. Классический 469 УАЗ был в первую очередь военным автомобилем, где важную роль играла максимальная унификация. Именно поэтому на него ставились идентичные передние и задние двери. На новой модели такая нужда отпала, поэтому внедорожник получит более привычные двери классической формы. А передняя и задняя будут отличаться между собой. Сзади новый УАЗ Хантер также остался полностью узнаваемым. Сохранилась форма задних фонарей. Однако теперь они несколько увеличились в габаритах и стали полностью светодиодными. Запаска, как и прежде, будет располагаться на дверце багажника. На крыше расположились рейлинги, повышающие практичность. А радиоантенна отныне выполнена в форме плавника, расположенного в задней части крыши. Габаритные размеры автомобиля увеличились по сравнению со своим предшественником. Его длина будет составлять 4760 мм, ширина 1930 мм, а высота 1927 мм. Колесная база составит 2750 мм. Дорожный просвет, краи внушительные 224 мм. А углы съезда и въезда 33 и 34 градуса соответственно. А где новый УАЗ Хантер поменяется сильнее всего, так это в салоне. От абсолютно аскетичного интерьера предшественника здесь не осталось буквально ничего. Передняя панель полностью новая. Для сохранения узнаваемости она оставлена горизонтальной. Однако наполнение полностью новое. Отныне у УАЗа Хантер будет достаточно качественная отделка салона. Здесь больше нет голого металла. Приборный щиток выполнен полностью цифровым. Его диагональ составляет 10 дюймов. Водитель сможет самостоятельно настраивать его внешний вид. По центру расположился экран мультимедийной системы с таким же 10-дюймовым экраном. Сама мультимедийка будет поддерживать работу сервисов Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто. Воздуховоды, расположенные в передней торпеде, выполнены круглыми. Отчего сама передняя панель стала походить на онлайн у современных моделей от Mercedes. Выбор режимов автоматической коробки передач можно будет выполнять с помощью компактного селектора на центральном тоннеле. Там же расположились и шайбы управления полноприводной трансмиссией. Новый УАЗ Хантер будет комплектоваться двухзонным климат-контролем, подогревом лобового стекла, руля и всех сидений. В качестве опции для него будет предлагаться предпусковой обогреватель, а также автономный отопитель салона. В дорогих исполнениях салон новинки будет отделан эко-кожей. Естественно, новый Хантер будет отвечать и современным требованиям активной и пассивной безопасности. Ведь его новая рама и кузов с зонами программируемой деформации должны стойко держать удар при лобовом и боковом столкновении. Соответственно, появилась целесообразность и установки подушек безопасности. В зависимости от исполнения у нового УАЗ Хантер будет от 6 до 8 аэрбэгов. Системы АБС и ЕСП будут предлагаться уже в базовом исполнении. За доплату же будет предлагаться система автоматического торможения, система камер кругового обзора и активный круиз-контроль. Благодаря увеличенной колесной базе для задних седоков теперь будет гораздо больше места в ногах. По технической части УАЗ Хантер следующего поколения также представляет собой полностью новый автомобиль. Помимо уже упомянутой ранее повышенной пассивной безопасности, новая рама и кузов в значительной степени улучшат виброакустический комфорт в автомобиле, а также его управляемость. На управляемость также работают новые передняя и задняя подвеска. Она отныне будет полностью пружинной. При этом передняя еще и независимая. Сзади же сохранился неразрезной мост, характерный для классических внедорожников. Полноприводная же трансмиссия выполнена по прежней схеме с жестко подключаемым передним мостом. К сожалению, постоянного полного привода новый УАЗ Хантер не получит. На автомобиль будет ставиться раздаточная коробка марки Borg Werner. У Хантера сохранится блокировка переднего и заднего межколесных дифференциалов. Все это гарантирует то, что УАЗ Хантер нового поколения ни в чем не будет уступать на бездорожье своему легендарному предшественнику. В то же время кардинально отличаясь от него в лучшую сторону на шоссейных дорогах. Отныне автомобиль с комфорта можно будет эксплуатировать даже в городе, где он должен стать более доступной альтернативой сверхпопулярному Toyota Land Cruiser Prado. Хотя по цене он скорее будет конкурировать с кроссоверами C-класса. Можно даже предположить, что покупатели предпочтуют именно его, а не менее универсальный паркетник. В качестве двигателя на новый УАЗ предполагается устанавливать китайский двигатель марки Great Wall. Объем данного мотора составляет 2 литра, при этом он оснащен турбиной. Такой двигатель выдает 227 лошадиных сил и 387 ньютон-метров крутящего момента. В качестве трансмиссии новый УАЗ может получить 8-ступенчатую автоматическую коробку марки ZF. Все это должно обеспечить новому УАЗу достаточно неплохую динамику на уровне 10 секунд до 100. Расход топлива обещает быть весьма умеренным. 8-10 литров на трассе и в районе 15 в городе. Что касается цен, то они должны быть достаточно привлекательными. Цены на новый УАЗ Хантер будут лежать в диапазоне от 1,9 млн до 2,4 млн рублей в зависимости от комплектации. Зарубежные аналоги стоят заметно дороже. При этом по большинству характеристик новый УАЗ будет ни в чем им не уступать. Что же касается сроков выхода автомобиля на рынок, то в данный момент называется 2022-2023 года. Подготовка автомобиля к серийному производству должна занять некоторое время. На данный момент это вся информация о новом УАЗ Хантер. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомления о выходе нового выпуска. Также напишите пожалуйста в комментариях, нравится ли вам новый УАЗ Хантер или нет и почему. Как вы считаете, ждет ли его успех на рынке или провал? У меня же на этом все. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока.